друзья всем привет в общем есть у меня такой старенький шкаф шифонер кому как нравится вот из него буду делать пескоструйную камеру не буду я маленькую делать сразу сделаю как есть чтобы не пилить а вот они уже готовые боковины готовые двери вот прям по их нему размеру и сделаю как и есть кому интересно друзья смотрите видос до конца в общем вторая жизнь этого шкафчика разрезал друзья в общем дверь строго пополам вот режут торцовкой обычно ручной разложил и отметил там где мне нужно сейчас вот эти вот треугольники надо будет подрезать здесь и вот здесь я отметил это давайте сейчас отрежу покажу почему именно там обрезал муки по размеру по нужному теперь знаю вышину короба друзья получается 84 будет выше на самой коробки и длина 86 почему там обрезал вот именно вот столько да я замерил вот это вот расстояние которое мне нужно вот до этого среза это как раз на ширину вот этой вот стенки она будет прикручиваться и в ней же будет делаться окно вот так чтобы ее не резать вот как есть то есть уже из готовых стенок и дверей все по размеру это тоже пойдет вход боковины готовы теперь можно прикрут прикручивать сюда рейки я уже знаю вышину и уже сделаю 80 сантиметров как стоят козлики 80 не так очень удобно вот именно комфортным для меня такая вышина так готова две боковины на рейках вот так это дело выглядит это будет внутренняя сторона рейки будут снаружи вот теперь сейчас не знаю может железом обшить сразу положить привинтить обрезать его как и есть за одной щель перекроется загрузка будет спереди спереди будет подниматься одна крышка и опускаться другая так чтобы можно что-то было габаритное запихнуть вот такой шкафец получается рейки пустил снаружи внутри будут такие четкие углы меж камера нужно мне не с этой стороны меньше всего интересно рейки не новая бы ушные все беру беру и делаю вот это вот эта дверь пока наживлена но она будет открываться вниз вот так вот это будет загрузочная дверь не знаю верхнюю делать чтоб поднималась или нет короче в раздумья возможно даже сделаю возможность но она будет закрыта на постоянку а там видно будет вот здесь же будет и окно какое-то небольшое тут главное чем вот вот сюда смотреть чтоб видно бы мне вообще по кайфу руки где-то будут вот здесь выше середины вставляться врезаться делаю так чтобы вообще не наклоняться а стоя вышина будет еще рейки прикрутятся по внутри на нее решетка ляжет вот и оттуда уже пойдет вниз центр желоб желоб на работу делать из металла чтоб песок хорошо скатывался на это все зашьется железом и все там вытяжку день сделаю свет ну короче такое мелочевка но ну капец сколько занимает времени как-то так вот почти почти готово здесь 150 под свой так сказать размер до свободно как говорится расстояние тоже высчитал какое мне удобно сейчас окно надо будет разметить между защелками вот так вот будет окно небольшое мне не надо на всю достаточно будет открываться будет вниз здесь будет стол заднюю стенку еще дошью здесь рейки по краям ложилась решетка это такое самое самое сложное это вывести всю геометрию загрузка спереди навесы вот так если песок даже будет здесь упадет туда на щебенку лишним не будет бляха муха ни хрена мне сейчас кто-то врезался у меня жук аж перепугался вот а если что-то габаритное надо сделал это засуну то еще и вот здесь крышечка так открывается получается что можно будет и сюда еще что-то габарит ненькая запихнуть вот как-то так ночью железом обошьется я уже говорил да или не говорил вот такая эта рейка для жесткости и ширину чтобы придать здесь будут еще резинка прибиваться по кругу здесь вот так здесь там короче везде где будут прилегать где будет такая резинка меньше сифонил да и закидывать удобнее низко будет и такие вот крючки они же предохранители самое интересное начинается обшивка металлом вот так это сделал листы он лежат этот соцельный лист вот так сюда и потолок чтоб там не гнуть длинный края за ну по 5 сантиметров сделала за ворот и цветом ручным этим гибочным здесь тоже самое не будет прикручиваться короб стенки когда буду делать прямые уже без загибов они в угол станут и будут перекрой отлично как-то так просто листу так вот там подрезал засунул начал опускать и он согнулся там где мне нужно ну соответственно подрезал там там где надо вот и потом он кусок двадцать четвертого шевелера вот так поставил вот как он сейчас лежит ногой подпер и как этим углом туда его выровнял вот сейчас ровненько то что поцарапанный вообще без разницы главное металл здесь подрежу торчи сразу не стал подрезать потому что чтоб не угадывать а может не буду подрезать может просто заверну его миллиметров пять возьму от края заверну не будет перекрывать как раз вот этот стык здесь будет к нему дверка прикрывать прикрываться ночью пускай будет сейчас надо будет притянуть его пойду саморезы искать где-то у меня и было дофига но пресс-шайба короче будет внутри полностью железно вот как то так снаружи шифонер внутри железно так ну готова одна сторона вот вытяжка здесь просверлена 50 здесь 50 здесь 25 под шланг все тут закручено завинчено сюда металл завернут сюда завернут вверху вот так вот сделан ну а дальняк перекрытые вот так вот шва и не видно если вот так вот смотреть отсюда его и не видно только вот отсюда его видно вот пять сантиметров перекрой перекрытый замечательно тут здесь просто нарисовано сон вот это соцельный лист такой бункерок получается здесь пол сантима отмерил загнул чтобы не было острого края чтоб нельзя было порезаться заодно ширину дало дверь будет закрываться здесь перекрой получится здесь сантиметра на два с половиной достаточно так саму как вот дверка будет вот свиняки задолбали орать надо там дерутся мясо жарится еще добавок ко всему переворачивать прикольная печка получилась сковородка вообще супер дождь влазит много вырезал еще одну боковину мужики по размеру вроде бы должно там все сойтись не знаю . полу тут надо подрезать вот так вот еще под 90 должно вроде бы сойтись там подогнул вот такими вот ручными так вот надо еще подрезать что-то забыл сейчас отмечу и подрежу так запись пошла не знаю вроде пошла как снимает непонятно короче подрезал вот здесь вот этот уголок вот он должен быть вот так так ну готова и эта сторона это чуть раньше это сейчас нам пришлось здесь конечно прижать вот эту прям что-то на волной пошла пошла накрутил так отверстие до четко совпало сейчас вот так вот проверить проверочка замечательно труба становится полностью вот нигде не цепляется все все четенько офигенски это вытяжка так тут завернул сюда пока не присверливаем что там что-то потом будет видно может прибью с потаем а может присверлю это когда дверка будет перекрываться она просто на вот эту ширину ложится посмотрим и здесь тоже пока ничего не делал замечательно все в размерчик него здесь чуть-чуть надо подрезать буквально миллиметрик по всей линии а сейчас подрежу вот ножницы левые буква л ножницы правые буква р мне сейчас нужны будут левые что будут пройти по над самым-самым с другой стороны левыми уже не подлезешь нужны правые ножницы вот буква р то есть вот так ставлю и допустим но здесь у меня уже все подрезано а там буквально миллиметрик вот как-то так это маленькие такие а есть еще большие вот такие изогнутые металл режут рука сверху лист внизу а есть прямые когда рука между металлом но это батя не пользуется я такими не умею все как-то так здесь отверстие для шланга 25 там 50 труба вот так проходит не знаю будет она здесь не будет сделал такую функцию потом только просверлиться и запустить подключить к пылесосу ну соответственно там обрезать поставить глушку через муфту вот или здесь глушку поставить через муфту подключить здесь вот колено вниз к циклону пылесосу вот такой получается коробек так здесь чуть подровнять он сейчас на бок лег так неудачно бывает такое так сделал воронку вот такое вот так сказать так сказать там четыре на четыре квадрат это самая легкая из всей этой конструкции сделать воронку металл быушный вот сами но ровненький вот здесь чуть-чуть замятая какая разница песку сыпаться посадил наклепки здесь внутри здесь прикручено вот эти швы на герметике на силиконовом здесь я попротирал там повыдал где повыдавливала день повыдавливал здесь вот везде он повылазил пришлось его попротирать и клепками все заклепал так сказать чтоб наверняка все с этим с этим покончено остается теперь самое сложное это обшить двери прямым листом положить дверь отрезать прямой лист и прикрутить это самое сложное я не знаю когда этим заниматься так вот все это дело практически готово выше надо земли я не мерил но ведро подлезет короче потом померю сейчас что-то так лень за ведром идти торчат клепки пустил наружу тем более отсюда их они нафиг не нужны пускай лучше гладкие будут внутри уклончик сейчас проверим уклончики есть нормально нормалек работать будет как-то так закончил ну как закончил собирать закончил осталось теперь вытяжку еще подключить фонари стоят по краям 2 плюс еще отражаются короче нормально тут видно все стекло поставлю самый последний момент на рейку прикручу четверть выберу просто будет ставится стекло ложится и все при необходимости буду убирать убрал что-нибудь по быстренькому закину достал не расщелкивать лишний раз он рукой на берем перчатку подал такой еще через окно будет закидываться капитально делать не хочу никаких проблем нет какая-то запчастюлина нездоровая легче что так его запихнуть а если когда открывать его просто убирать стекло сейчас покажу вот стекло автомобильная задняя дверка она геометрия непонятно какая ну может там задвижки сделала на всякий случай таки поворачивать вот не будет убираться и так вот специально сделал поменьше чтоб если вдруг заматуется его тупо развернул другой стороной нематованной и работой вот так убрать его пока еще три стекла есть это такого добра на любой разборки бесплатно отдадут как то так прикольно отсвечивает металл полностью металлом зашито все двери тут тоже все металл там металл везде металл там юбочка такая сделана из такой не пролягают плотненько надо хрен с ним вот тут еще черная такая полоска я думаю видно идет на тоже перекрывает когда дверь закрывается на так отгибается сюда от отгибается туда такая жесткая типа пластмасса но не пластмасса и не резина но жесткая но причем гнется все перчатки есть хомуты есть только одеть и поста сейчас покажу вот такие готовые перчатки здоровые там резинки я уже пробовал сюда не как раз натягиваются прижимаются еще хомут будет держать короче ничего выдумывать не надо вот как то так но сюда кину решетку или сварю или у меня есть кину это не проблема вообще никакая можно будет испытать вытяжки нет сейчас трубу вставлю песок насушил уже там ведра на 4 просеет только тут буду испытывать если все хорошо тогда уже и уберу туда вместо того стола вот так стол уберу туда и задвинул и застежки добавил еще по краям 4 штуки всего получается так подключил пылесос свой d2 r2 как звездных войнах робота вот такой у меня сделан из циклон самодельный если что-то надо очень мусорная даже вот здесь вот собрать все собирается вот сюда хоть он этот пылесос тоже с циклоном и воду можно собирать ну чтоб туда не шла пыляка вся она будет здесь в этой бочке это им китайцев давненько ничка заказывал вот сейчас включают проверяю так вот собрал не стал я трубу пускать вовнутрь обошел ее тройник сейчас внутри покажу здесь колено тут через муфту поверх вот она идет сюда и сюда заходит то есть там вот так вот торчит и с той стороны вот так вот все сейчас включаем проверяем ну стоит капец конечно я сейчас я закрою вот это еще фигуру здесь закроется и будет через ту дырочку подсасываем все туда может здесь тоже щелочки есть не без этого не было задача строить его супер герметичным. Главное, что я слышу хороший гул соса. Как-то так. В общем, засыпал, проверил. Подтравливать надо смазать резинку чем-нибудь. Или маслецом. Или чем-нибудь, чтобы хорошо скользило. Короче, проверил. Сейчас пылесос работает. И вот, смотрите. Он так сосает, что песок поднимается вверх. Не дает ему туда засыпаться. И вон пошла пыляка. Тут аж из-под стекла. Вот так вот пробую. Вот, закрываю стекло и начинает песок подниматься. Вот стекло приподнял. и песок уже не поднимается. Не дает ему высыпаться. Вон, даже перчатка аж поднимается. Вот сейчас вот такой всос идет. И герметичность. Она начинает надуваться. Смотрите. Бах и надулась. Так что вытяжка достаточно хорошая. Видя его, как поднимает песок. Или зазорчик вот тут между стеклом сделать, чтобы был подсос воздуха еще дополнительный. Сейчас попробую что-нибудь подложить. Но я думаю, что это не дело. Песок он должен высыпаться. А у меня ведро пустое. Вот что высыпалось. Сейчас выключу пылесос. Сейчас может может песок посыпется. А ну-ка. Не, пока. О, хоть час начал сыпаться. Хоть чуть-чуть. Это не дает пылесос высыпаться песку. Там лежит блинчик. Так на нем тренируюсь. Воздух хорошо очищает. Да, туман стоит. Но стоит только перекрыть и переставить работать сразу. Чисто все. Наверное, под стекло подложу сейчас что-нибудь. Зазорчик сделаю. Но это же не дело. Мало того, что песок туда падает, еще он поднимает эту пыляку снизу пылесос. Это нехорошо. Пускай лучше отсюда подсос идет. Из-под стекла и сразу туда засасывает. Сейчас буду пробовать. Короче, записочил. Вот здесь блинчик есть вот такой. Был вот такой. Запесочил очень быстро. И вообще скажу вам. Вот как раз такие настройки, вот какие сейчас там стоят, вообще шикарно подается. Так что гайки закручиваю. Как раз кран почти на пол оборотика. Мне нравится. А получается вот так вот. Офигенски. Все, испытание прошло. Все покажу. Все покажу. По краям там, да, остается по-любому. Но это время накину. Проверить. Рамка. Рамку сделаю нормальную. И сопла надо меньше сделать. У меня дебет с кредитом не сходится. Воздух быстро кончается. А накачивать не успевает. Надо так, чтобы равномерно было. Меньше диаметр искать. Свечи. Может, с бензопилы, стримера. Там они маленькие свечи. Может, подойдет. Может, еще с чего. Так. Ну, включил пылесос. В качестве испытуемого. Ключ 41 на 36. Вот сейчас закрою стекло, чтобы оно прижатывалось полностью. И посмотрим, что будет твориться в камере, когда будет прижатое стекло. Там такой вакуум создается. Песок туда плохо высыпается. В этот самый. И он, получается, поднимает его. И все это крутится. Вертится. Вот. Давайте. Сейчас вот так вот сделаю. Закрыл. Во. Даже перчатки стоят. Рука вот. Из-за вакуума. Сейчас вот так стекло чуть подниму. Вот они. Сдуваются, надуваются. Ну, так герметичненько получилось, я вам скажу. Нормально. И вот что неудобно, это вот. И вот она, пыляка пошла подниматься. От той дыдрочки. Вот сыпется и заново засасывается. Еще и работать не работало, а уже пылище. Все, давайте сейчас попробуем. Посмотрим. А потом стекло, пыляка идет. А вот стекло стоит только приподнять. И все. И она перестает бежать. Вот такая вот зараза. И причем, чем больше я поднимаю, тем меньше оно сыпется. Короче, испытывать не буду. Просто подложу перчатку. Под стекло. Вот так вот щелка там есть. Хорошая такая. И вот сейчас попробую. Вот этим краном, мужики, я и не пользуюсь, если честно. Все включаю на баллоне. Включил, потом руку поставил. А можно и не ставить. Все, воздух открываю. И потом включаю кресток. Чистит очень быстро. Надо что-то ложить такое, наверное. Слишком раздувает. Надо что-то плоское положить. И меньше пыли будет. Сейчас паузу поставлю. Что-нибудь плоское положу. Так, ну подложил железо, потому что воздух прямо дует туда, где песок собирается. И не совсем... И не совсем не видно. Лучше. К引ки. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...